Старший участковый полиции Виталий Михайлин, как и его коллеги, на связи с гражданами 24 часа в сутки. Обязанности офицеров – пресечение уголовных преступлений и административных нарушений, беседа с гражданами и надзор за освободившимися из мест лишения свободы. Особое внимание старший лейтенант уделяет пожилым людям, предостерегает пенсионеров от разговоров с телефонными мошенниками. Вам могут позвонить неизвестные лица на ваш сотовый номер телефона и попросить вам номер вашей карты. И сзади три цифры. Об этом говорить никому не стоит. Хорошо, что нам это говорят, но забываем по возрасту, видим. Виталий Михайлин работает участковым в поселке Зубчининовка 5 лет. Службу свою любит. В этом году решил принять участие во всероссийском конкурсе «Народные участковые МВД России». Этот конкурс – масштабная акция, которая призвана повысить уровень доверия населения к сотрудникам полиции. С людьми, конечно, надо быть открытыми, потому что, когда ты общаешься с гражданами, и граждане также к тебе открыты. То есть мы 24 на 7 всегда на связи, всегда гражданам помогаем. Какие-то проблемные моменты всегда им стараемся помочь по мере их поступления. Потому что наша служба состоит из того, что мы служим народу, служим за это. Мы всегда на связи. И участковый первый приходит на выручку. В работе участковых много ситуаций, которые не связаны с правовой помощью гражданам. Один раз, я помню, у нас прорвало трубу. Здесь Зубчининка перекрыли дорогу. Мы с сотрудниками дежурной части сопроводили гражданку до роддома. И она как бы успела родить. То есть все нормально. И в честь водителя назвали сына Дмитрием. Жительница поселка Зубчининовка Надежда Ястребова уже отдала свой голос за Виталия Михайлина. Женщина надеется, что в конкурсе «Народные участковые МВД России» старший лейтенант станет одним из победителей. Улыбчивый, отзывчивый. Все знает, вникает во все. И поэтому мы гордимся, что у нас есть такие молодые участковые. Проголосовали? Да, я за него проголосовала. Вчера вечером уже увидела. И если он займет лучшее место, мы все будем довольны. Конкурс «Народные участковые МВД России» пройдет в три этапа. Первый – районный. С 11 по 20 сентября. Второй – региональный. С 7 по 16 октября. Третий – федеральный. С 1 по 10 ноября. Проголосовать за кандидата можно на официальном сайте Главного управления МВД России по Самарской области в разделе «Народные участковые». Светлана Тимофеева, Игорь Казановский. События.